Джазовые музыканты — Может быть, мы будем любую область музыкальной жизни вообще всех времен и народов? — Конечно. Главное, чтобы она была в свое время экстремистской. То есть мы можем с таким же успехом слушать музыку Sex Pistols, которая была экстремистская в свое время, и с таким же успехом мы можем слушать музыку Баха, которая в той же... Баха! Баха! — Которая тоже для своего времени была невероятно экстремистская. Еще я хотел сказать, что у нас часто будут приходить всевозможные разнообразные гости, известные экспериментаторы, просто люди, которые могут рассказать невероятные вещи. — И которые оставили след в музыкальной культуре мировой и нашей страны в частности. — Да, конечно. Потом мы будем открывать новые имена, грубо говоря. Это те люди, которые по каким-то причинам незаслуженно находятся в некоторой тени, и которые в свое время были очень крупными экспериментаторами, новаторами, но по какой-то причине их, то ли там в связи с идеологией, то ли в связи с какой-то коммерческой стороной, они как бы отошли на второй план, и практически их творчество недоступно для сегодняшнего слушателя. — Хорошо. Вступительную часть мы заканчиваем. И переходим тогда к первому авангардно-альтернативной экстремистскому номеру нашей сегодняшней программы. — Нет, я абсолютно не согласен, Саша, с такой формулировкой. Во-первых, что такое альтернативное, я совершенно не понимаю. Альтернатива должна быть обязательно альтернатива чему-то. — Да, конечно. — А у нас нет альтернативы. Потому что вот то, что мы сейчас будем слушать, она настолько традиционная, настолько как бы традиционная, изящная и красивая, очень грустная. И поэтому я могу пояснить, в чём её экстремизм. В принципе, любая музыка экстремистская, о чём мы вот недавно говорили, главное-главное понять её в контексте того, где она находится, и как бы, исходя из этого контекста, уже выявить её экстремизм. — Хорошо, но почему она не может быть альтернативной? Одна песня альтернативна другой. То есть вот эта вот песня, первая композиция с этой пластинки будет, скажем, альтернативна следующей нашей композицией. — Да, верно. Но опять же в контексте, в контексте нашей программы. — Контекст не оспаривается. — Мне хочется скорее поставить музыку. Давайте я расскажу. Это Ширли Коллинз. Это замечательная певица, очень грустная. Она англичанка, она находилась под сильным влиянием английской музыки, музыкой друидов и вообще средневековой музыки. Все её песни о смерти, о любви, о женщине, о функционировании женщины в смерти и в любви. Очень грустная, невероятно красивая. Она очень мало записывалась. У меня есть два альбома. Один из её первых альбомов, второй, один из её последних. Больше я не знаю никаких других альбомов её Ширли Коллинз. И почему она экстремистская? Она была очень одинока в то время, когда выходила её музыка в 60-е годы. И она основоположница целого направления, которое сейчас очень популярно в английской музыке и всё более популярно в европейской. Это называется так называемый «дарк фолк». Такой тёмный, точнее даже не тёмный, а такой мрачный фолк. В основном это такой уже постиндастриал. Это те музыканты, которым надоело стучать по кастрюлям, извергать какие-то невероятные звучания из железа. Они потихонечку начинают брать традиционные акустические гитары и мрачно о чём-то петь. Вот. И она основоположница вот такой музыки. Но я вижу, что на этой пластинке она не одна, а с какой-то, это видимо, родственницей. Это её сестра. И вот эта пластинка записана её сестрой, но последняя пластинка её сольная. Сейчас мы послушаем её раннюю запись. Ширли Коллинз. Хорошо. Ширли Коллинз. Ширли Коллинз. Ширли Коллинз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был Спиди Вест Человеческого существования Здорово ты сказал У нас в гостях Владимир Олегович Волков Профессор Волков Профессор Волков, как его называют, друзья Человек, как бы, человек легенда Человек необыкновенной судьбы Да, это такая формулировочка невероятная Человек, который в свое время, в 50-е годы Уже делал то, что сейчас Только до чего доходят Современные экстремисты и авангардисты К сожалению, все это С течением времени почему-то забылось И вот сейчас я считаю, что просто необходимо Все это вытаскивать Опять на поверхность, чтобы молодые люди Так вот мы этим и занимаемся Потому что сейчас очень активно Начала издаваться, исполняться музыка 20-х годов Ранее Шестакович, Массолов Ну, очень много композиторов, которые писали В то время Лурье Очень такие Вот они очень много исполняются сейчас И пропагандируют их много Гидон, Кремер и многие другие Замечательные музыканты Они все это пропагандируют, издают Но музыка 50-х, еще более радикальная, еще более немыслимая Еще сложившаяся в этот невероятный период После военной и до оттепели Это совершенно особая музыка Я думаю, что это, конечно, грандиозно Владимир Олегович Да Я даже не знаю, как сказать вам Дело в том, что я приготовил вам сюрприз У меня уже столько сегодня сюрпризов Само мое появление на радио для меня сюрприз То, что вы вспоминаете такую музыку, это сюрприз Дело в том, что вы даже не подозреваете, насколько невероятный сюрприз Дело в том, что я по долгу службы часто бываю в Москве Я нашел ваши записи Ваши записи 62-го года, Владимир Олегович В фонде, всесоюзном фонде грамзаписи Владимир Олегович, когда началась оттепель Возможно, было такие вещи записывать Я нашел записи Их немного, но кое-что я переписал и привез сюда Я потрясен, Сережа, потому что у меня были записи Это мои личные записи Я записывал на первых магнитофонах Никому их не показывал И большая часть, кстати, этих пленок Сгорела на даче Где-то в 70-е годы Я считал, что больше моих записей нигде нет Владимир Олегович, это сессия, которая состоялась В то время как раз И такие вещи уже на радио можно было начинать записывать И они, естественно, начали искать тех людей Которые являются экспериментаторами Началось ведь вот теперь улучшение отношений Я смутно это помню Но как все это удалось сохранить? Вот что интересно Пронести через 70-е Дело в том, что архивы всесоюзного радио Они настолько обширны И, по-моему, там ничего не стирается до сих пор То есть в этом нет ничего героического Я думаю, что нет Человек не хранил это с риском для жизни Нет, 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 Владимир Олегович, что вы Спасибо, я очень рад, потому что я думал, что нет такой мудры Нет, нет, это все спокойно лежит в архивах Я просто так, без всякой надежды Я просто посмотрел библиографию на ваше имя И совершенно ошалел Я думал, что это записи, наверное, с Фасманом Но оказалось, что это ваши собственные записи И я хочу просто прокрутить их Потому что они настолько современные Вот помните, Александр, я много рассказывал о японском шумовом терроре Да, да И потом мы поставим немножко шумового террора японского И послушайте, насколько это предвосхитило Конечно, другое качество записи, все другое Но как бы такая мощь, экспрессия Такая дикая, дикая экстремизм Такой, таки прет Поставьте, пожалуйста, Александр Сейчас Что? Я вот еще хотел о чем спросить Вот о чем я хотел еще спросить Скажите, пожалуйста А вот, Владимир Олегович А вот ваши эксперименты, скажем, вот С Утесовым С Клавдией Ивановной Шульженко Я, к сожалению, так как я Человек более молодого поколения Мне просто Иногда я даже вот не очень хорошо знаю отчество наших кумиров того времени Леонид Осипович, да, Леонид Осипович Вот, а мне интересно, как они воспринимали ваши эксперименты Ну вот, с Клавдией Ивановной понятно, а вот Леонид Осипович Ну, я не буду говорить плохо о великих музыкантах Ну, конечно, они воспринимали это Ну, с некоторой долей негативизма Потому что им казалось, что я играю не в той тональности А мне казалось, что они играют не в той тональности Мои эксперименты не были Кстати, простите, что я прерываю То же самое говорили о Барнете Колмане В великом реформаторе джаза в конце 50-х годов Потому что музыканты, которые с ними играли Говорили, в какой тональности он играет А он поражался, что они играют Вот один в один абсолютно Я вас просто слушаю Да, единственное, что меня спасало Они бы могли меня просто выиграть в шею Да, как бездарного сумасброда Но они понимали, что все-таки я воспитан На определенных традициях музыкальных И если мне приходит это в голову То нам не по пути Но, тем не менее, никогда они не осуждали меня Никогда они не говорили публично Ни в прессе, ни по радио Что следует осудить вот такие поиски Просто они мне давали возможность Экспериментировать, не выходя на публику Хорошо, ну да, сейчас слушаем произведение Из творчества Владимира Олеговича Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот видите, Владимир Олегович Это что-то сохранилось Ну там даже перепады, извиняюсь еще раз Там даже перепады есть в качестве записи Нет, ну дело в том, что это старая очень пленка Я просто переписал на кассету там Ну понятно И поэтому там просто, как называется Магнитный слой просто упал Осыпался Осыпался, да Вы не представляете, как Владимир Олегович, ответьте мне на один вопрос Который меня просто поражает Дело в том, что такое ощущение Что это, знаете, такое Как будто какие-то суперэлектронные педали Какие-то примочки дичайшие Как бы удавалось добиваться совершенно невероятного звука И потом кто-то у вас орет все время Такое ощущение, что звук оператора Серьезно, что вы? Какие электронные инструменты? Ну, во-первых, мне, конечно Сейчас странно слышать свой крик Сорокалетней, может быть, давности Я не помню этого Я просто в момент вот этих импровизаций Я входил в такой раз Что, конечно, я кричал Хотя, если вы заметили, кричал не в попад Почему? Очень даже в попад Очень даже в попад Очень-очень И вот этот крик Я его не слышал Может быть, соседи Может быть, знакомые А что касается эффектов Которые напоминают вам электронную музыку То, во-первых, вы учтите Это запись через микрофон Через старый, простой микрофон Который существенно искажал любой звук Я думаю, что вы еще постарались исказить его Естественно Дело в том, что что было у меня в быту Из таких бытовых электроприборов Токарный станок Потом, вот, вы попробуйте Кстати, это забытый прием Когда по металлическим струнам гитары Вы вверх и вниз проходитесь кухонным ножом Я часто это использовал Я уверен, что вы Но сейчас все-таки есть заменители этого приема А тогда это был основной мой прием Я, правда, водил топором Потому что это более располагает Более такой русский предмет Знаете, в те времена, что топором ходить все-таки было опасно Корм сказать Опасно, конечно Вот, я просто хочу сказать, что это действительно Это совершенно фантастическая запись Я специально принес компакт-диск масонный Это один из самых таких мощных японских шумовых террористов Это современно Это современно Я был на его концерте в Японии буквально несколько месяцев назад Это одна из его последних работ И она удивительно похожа Там, конечно, совершенно другой звук Там гитара Гитара немыслимая совершенно И вы послушайте Это просто похоже Конечно, другое качество записи Все другое Но как бы такое, знаете Можно, Саш, поставить? Да Это масонно Ну вот это, собственно, в общем-то фрагмент для демонстрации Это просто Это вот японский новейший гитарист Очень модный Сейчас шумовой террор японский Вообще входит в моду Вот И такой один из таких самых зверюк Я потом отдельно посвящу ему программу Потому что я был на его концерте И, конечно, это впечатляет невероятно Количеством крови, которую он проливает Человек разбивает лицо просто В какую-то кашу во время концерта Ну, надо сказать, Серёж, что, конечно, технические возможности совсем другие Ну, естественно Качество записи Не изменилось Время идёт, конечно Время идёт Нет, я говорю о том, что ваша запись Она просто, сколько это? 30 лет? Даже больше 36 лет Ну, по крайней мере, то, что касается идей То там всё по-прежнему свежо и интересно Поэтому я говорю, что вот Как бы обращение к нашим традициям К экспериментальным традициям нашего времени И 50-х годов, и 40-х Если мы будем внимательно как бы Прослеживать эту традицию Мы будем иметь корни нашей музыки И тогда наш авангард станет более Более цельным Более самодостаточным Более авангардистым Но, к сожалению, записи не слишком доступны Вот тебе повезло, Сергей Нет, я просто занимаюсь тем, что выискиваю везде Кстати, вот сейчас я могу ещё Кстати, один характерный пример Вот человек, правда, я о нём практически ничего не знаю Вообще ничего И как бы тоже одна из таких больших загадок Единственное, что я знаю, что живёт в Петербурге Зовут его Александр Лебедев-Фронтов Это человек, тоже легенда Но легенда по-другому Человек, которого никто не знает Которого никто никогда не видел Просто функционируют какие-то его определённые записи Непонятно, когда они сделаны Что сделаны Это вот как раз такой мощнейший Такой шумовой, звуковой террор Он другой, конечно Вот Я всё, что я о нём знаю Что этот человек тоже пожилой достаточно Вот Говорят, что он чудовищного вида У него, говорят, всё лицо в шрамах Совершенно немыслимых, в жутких шрамах Говорят, что он тоже как бы Имел какое-то отношение к профессиональной эстраде К профессиональной сцене К сожалению, я его не знаю Но он, видимо, более младшего поколения Говорят, что он художник Но он из более молодого поколения То есть это имя, покрытое мраком Это покрытое мраком Вот я говорю, вся информация, которая о нём есть Что он, помимо всего, ещё художник О нём ходит масса легенд всяких О том, что однажды приходились какие-то люди к нему Пытались устроить выставку Он облил их, по-моему, грибным супом Или щавелевым супом После этого попытки все прекратили в своё время Вот, то есть совершенно такой человек Как бы человек, опять же, легенда Тем не менее, у меня есть запись, которую можно поставить Вот, и это своего рода тоже Другой немножко вид экспериментаторства Другой вид экстремизма Но это говорит о том, что всё-таки Как бы экспериментаторство живёт Ну, опять-таки, я даже думаю, что нам надо предупредить Наших радиослушателей, что всё это какие-то архивные Такие материалы, очень редкие И поэтому, естественно, возможно, где-то качество их уступает Вот тем новейшим записям, которые мы демонстрируем для сравнения Хотя бы того же Масона Нет, новейших записей много Их не так трудно находить Это вещи довольно редкие Довольно с трудом попадаемые Вот Может быть кто-нибудь откликнется Может быть кто-нибудь слыхал про фронтовый Может быть нам будут звонить Ну и не исключено Да, конечно, наш телефон 272-97-85 Если я не ошибаюсь Сейчас я точно посмотрю, чтобы сказать наверняка 232-97-85 Вот теперь я не ошибаюсь 232-97-85 Но наши радиослушатели очень хорошо знают наши телефоны И я думаю, что они позвонят Вы нам звоните Наша программа называется «Ваша любимая собака» В эфире она каждый четверг с 8 до 9 вечера И посвящена самым немыслимым Самым невероятным Экстремистским Экспериментаторским Всевозможным вещам Ну а сейчас я включаю Давайте поставим Лебедева Значит у нас кассета Александра Лебедева-Фронтова О которой мы мало что знаем Ходили слухи о том, что родной брат Лебедева-Кумача Что как бы они оба Лебедева Что бы как бы Лебедев-Кумач Лебедев-Фронтов Вот Но это как бы опять же все слухи И ничего определенного сказать не можно По чем я встречался Я думаю Человек-легенда Еще одно имя покрытое Тайной Легендарное имя Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть у нас как бы будут такие более-менее регулярные программки Во-первых, со следующей программой мы вводим так называемый ложный прогноз погоды Это будет постоянная рубрика Потом будет у нас обязательно небольшая информация О самых дичайших событиях, произошедших в мире животных И последняя рубрика будет у нас «Угадай песню» Мы будем давать абсолютно исковерканный кусочек какой-нибудь хорошо знакомой музыки Либо это может музыка опускаться в сто раз медленнее, чем она есть Маленький участок, вы будете определять, что это за музыка Либо какой-нибудь короткий участок Но это будет перед окончанием А сейчас я еще хотел бы рассказать об одном человеке Точнее, Владимир Олегович У нас в гостях Владимир Олегович Волков Мы о нем сейчас очень много рассказывали, беседовали Он рассказал массу замечательных вещей Я просто думаю о том, что вот кто еще есть из таких людей Вот я хорошо знаю имя Олега Коровайчука Тоже легенда Но его многие знают И он очень много работает для кино Я думаю, что он все-таки будет нашим гостем Тоже в одной из ближайших программ Да, его известность, Сережа, никак не мешает приглашению на вашу программу Да, он тоже человек легенд Он удивительный Гордость нашей экстремальной музыки И потом надо, в принципе, и больше у нас людей так я не вижу А кто, может, кто-то просто отошел уже от музыки Вот я все время, Александр, я все время смотрю везде еще этих людей Вот я могу вспомнить, надо искать таких людей Даже не... Есть такие люди Вот смотрите, я несколько раз в свое время бывал, отдыхал в городе Асташкове Это на озере Селигер И там в маленькой деревушке, которая называется Нижняя Родина И там жил такой замечательный человек, которого все звали просто Папа Коля Тоже никто не знает, сколько ему лет Но он такой, на мой взгляд, он такой Авангардист от природы То есть как папа Коля, естественно, всегда выпивал И однажды, когда вот мы... Он сказал, знаете, я музыкант И тоже назвал какую-то группу, в которой он играл оркестр или вокально-инструментальный ансамбль Или что-то в этом роде Но ему где-то уже в районе 60 с чем-то лет Вот он откуда-то принес гитару с тремя струнами И начал на ней играть Значит, он пел одни и те же... Я сейчас как помню все слова Сейчас скажу Синокос, синокос Что-то жатва там И он страшно вопил эту фразу И компонировал себе на трех струнах Три струны это были как бы... Но он ходил в раж Он забывал слова, все медленные Потом синокос, синокос Потом он забывал петь И продолжал играть на гитаре Бывало, на моем памяти, все уже ходили спать Он играл до утра Более того, когда я приезжал, и каждое лето приезжал В следующий раз, когда я приехал От гитары было две струны И последний раз, когда я был вот в Нижних Рудинах Папа Коля... Я говорю, папа Коля, а помнишь наш любимый Вот про синокос песню? Конечно, помню Пошел, вытащил гитару уже с одной струной Он уже не кричал, синокос Он просто рубился четыре часа на одной струне Вот тоже... Я думаю, что если собрать такую как бы... Есть такие, есть Конечно Я думаю, что если собрать такую символическую группу Скажем, Владимир Олегович Волков, Каравайчук Александр Лебедев, Фронтов И папа Коля Я думаю, что Битлз просто бы отдыхали Или какие-нибудь секс-пистолс Не знаю, это, конечно, совсем нетрадиционная музыка Папа Коля наверняка это фолк, авангард Ну да, это как бы... Его можно представить как отец нашего русского блю-блюза Блю, да, такой... Ну, естественно, с национальными, видимо, какими-то Не, он невероятный человек Он однажды попросил меня позвонить Своему приятелю в Ленинград Я говорю, папа Коля, а вы позвоните сам Говорит, так засмущался Говорит, а вы не подумайте, что я не умею звонить по телефону Я звонил в 46-м году Такой невероятный совершенно человек Давайте немножко отойдем от такой тяжелой музыки Давайте что-нибудь экстремистски легкое Да, потому что у нас уже так немножко нагрузка произошла Я думаю, что что-нибудь такое помягче Помягче я могу представить вам Клецмер консерватории Бет Это еврейские радикалисты, экстремисты Которые играют совершенно чудовищный Клецмер Но как бы здесь радикализм выражается совершенно в другом Давайте послушаем, а потом я прокомментирую Клецмер консерваторий Бенд Клецмер консерваторий Бет 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 Это была группа Клецмер консерваторий Бенд Это такая экстремистская Клецмер группа Такие еврейские национал-большевики Ну что, дорогие телерадиозрители, телеслушатели Мы сейчас, поскольку остается очень мало времени Мы предлагаем вам наш конкурс, который будет традиционным И каждую неделю мы будем предлагать вам какое-нибудь произведение Сейчас вы внимательно послушаете хорошо знакомую каждому любителю рок-музыки пьесу И скажите, что это такое Но слушать мы сразу же оговоримся Слушать вы ее будете очень короткое время Она будет длиться полсекунды, я думаю, приблизительно Если нам удастся точно выкроить время Потому что музыка настолько хорошо знакомая И мы будем вкрутить очень знакомую музыку Но она будет либо очень короткой, либо наоборот слишком длинная И ответы на нашу викторину вы, пожалуйста, нам звоните в следующий раз В следующий четверг с 20 до 21 часа И вы выиграете замечательный приз Это кассету Александра Лебедева-Фронтова Я думаю, что это очень достойный приз и очень редкий Давайте, Александр, попробуем поставить первую нашу музыку нашей викторины Так, я тогда чуть-чуть приберу подкладочку нашу и включаю Приготовьтесь, музыка длится ровно полсекунды Вот так вот Даже слишком много, я думаю, что слишком раскрыли Она целую секунду звучала Но тем не менее, конечно, для первого раза В следующий раз мы сделаем наоборот Будет слишком длинно, но на скорости где-то 1 километр в минуту Нет, не 1 километр, наоборот, 1 миллиметр в час Вот с такой скоростью, наверное Дорогие радиослушатели, если вы узнали эту музыку Позвоните нам, пожалуйста, в следующий раз И мы вам передадим приз Поскольку время неутомимо движется к концу Александр, давайте что-нибудь такое радостное, экстремистское Очень такое нежное, очень плавное Чтобы как бы душа радовалась И чтобы вот Владимир Олегович, находящийся Какой номер произведения, Сергей? Давайте попробуем номер 12 Я расскажу, это группа Лэмон Пайперс Американская группа 60-х годов Они экстремисты в том смысле, что они первые ввели арфу в свое творчество Нормальная, обычная рок-группа в стиле bubble gum, но постоянно арфа В каждой пьесе до 20 проходок по арфе Я почему-то вспомнил одного нашего современного поэтов-песенника Про арфу, тоже у него есть такие слова Где он поэт, арфу мне купить, однако А потом сам спрашивает, ну зачем мне арфа, право Да, замечательные слова Да, тоже интересный такой человек Но это все, как бы, потом Давайте послушаем группу экстремистов американских Экстремисты в стиле bubble gum, Лэмон Пайперс Я поставил 12 номер, я забыл, просто перепутал Потому что это был как раз единственный номер, который нельзя было оставить Потому что в нем нету арфы Нет, ну это как раз по... По-авангардистски и экстремистски Нет, я просто думал, что любой номер, кроме 12 У меня так... Вы знаете, как происходит иногда с мозгом Да, он переключается так Хорошо, давай я предлагаю послушать, Владимир Олегович, Сергей Послушать наш... А, радиослушатели-то наши... Вот, зазвонили наши радиослушатели Давайте, давайте, включим У нас так много звонков, просто мы такие болтливые, что времени так мало Сейчас мы... Давайте включим Алло... Алло... Алло, здравствуйте Алло... Алло... Да, здравствуйте А викторина у вас была только что? Да, была А можно ответить, да? Можно в следующий раз Понимаете? У нас такая очень хитрая викторина У нас ответить можно, но мы просили обязательно в следующий раз ответить Потому что мы, как бы, не подготовили еще подарок Мы знаем, какой он, но его еще не подготовили Это мы его неделю будем монтировать, делать И тогда мы тогда с большим удовольствием его преподнесем А досрочно можно сказать, да? А вы хитрый Нет, нет, пока нет В следующей программе Всего доброго Ну все, счастливо, всего доброго Итак, ну что, пора нам, к сожалению, подошло время уже заканчивать программу Давайте поблагодарим Владимира Олеговича Волкова, который, как бы, появился в нашей студии Это была для нас большая неожиданность, что он согласился и было нам очень приятно Я вам очень благодарен Большое спасибо, да Спасибо, Владимир Олегович Дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ваша любимая собака» Посвящена она, конечно, как видите, не животным, а посвящена собаке А собака, как я говорил в самом начале, это то, что традиционные музыканты называли авангардистом Они называли... А что это за музыка играет, они говорят, да? Это обычная собака Мы будем заниматься, да Мы будем заниматься собакой Собаками разных мастей, разных пород Но на сегодня все, я думаю, что... Сергей, я думаю, что у нас еще есть время поставить какую-нибудь композицию сарфой все-таки Сарфой? Или, может, что-то другое Давайте что-нибудь, хочется, дикого что-нибудь поставить Давайте поставим какого-нибудь... Я не знаю кого У нас так много экстремистов накопилось Давайте поставим Артура Брауна Человек, который здесь недавно был Которая легенда, он не совсем экстремист Но он много наворочил свое время В 60-е годы Великобритании А, прямо сначала Сначала Это Артур Браун А я, Саша, позволю, попрощаюсь с радиослушателями Пожелаю им удовольствия на волне Радио 1 Всего доброго, Владимир Олегович Спасибо, Владимир Олегович Ну, я думаю, что мы с Сергеем тоже уже прощаемся И напоследок ставим Артура Брауна Всего доброго Всего доброго, до следующей недели До следующей недели, до следующего четверга В 20.00, как обычно, программа Сергея Курехина и Александра Устинова Ваша любимая собака Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok